Развалим хвоста его же оружием. Вот это Hellraiser's пикнули последнего героя Life Stealer. У нас в пике команды Hellraiser's и посмотрим как Ортес будет у нас распоряжаться хвостом. Для хвоста героя еще не выбрали. Но то что Life Stealer зашел в пик команды Hellraiser's уже не может никак не радовать. С другой стороны Natus Vincere есть вообще любой вариант законтрить Life Stealer. Что возьмут сейчас увидим. Но бомба Storm Spirit плюс Life Stealer уже неприятно для новей с любой стороны. Ну и Natus Vincere должен быть такой керри который все это на место поставит очень быстро. Свен у нас не в бане. Ну не знаю. Не думаю что Свен здесь справится с Life Stealer. Кто это может быть? Фантом Лансера забанили Natus Vincere. А вот он бы наверное подошел здесь. Того же Life Stealer контрить можно было бы. Ну или хотя бы раскайтить каким-то образом. А теперь вообще не пойми что думать. Мне кажется по пикам конечно Хейры переиграли у нас Na'Vi. Ну глянем. Арт Стайл. Ликан. Ликан скорее всего для хвоста. Никс Ассасин у нас будет для фанников сложную. Санейка забирает себе Скайрос Мага Дэнди. Берет себе Шадоу Финда. Арт Стайл опять будет играть на Чене. И здесь надо давить на ранних левелах. Пока Артес не расформился. Пока Фониджи у нас без Болл Лайтнинга должны падать товара. Да. Единственный наверное вариант для команды Natus Vincere это не дожить, не дать дожить команде Hellraiser до Лейта. В Лейте что делать с Найксом вообще непонятно. Мы будем смотреть. Я думаю что игра будет в любом случае интересная. Напомню еще раз. Это гранд финал СНГ квалификации на Red Bull Battleground. И у нас играют команды Hellraiser против команды Na'Vi. Наверное наиболее популярные обсуждаемые в СНГ комьюнити команды. Те коллективы которым привлекается наверное максимальное влияние. Здесь Na'Vi потому что они Na'Vi. А здесь Хэры потому что это Dread. И вы прекрасно знаете что популярнее Dread. Я даже не знаю кто у нас. Разве что и Патриарх Кирилл. Дред очень известная личность. И в принципе к нему все больше и больше тянется народу. И на его личные стримы и конечно же на игры его команды. Поэтому смотрим что будет с Хэрами. Что будет здесь с Na'Vi в данном файте. В любом случае игра обещает быть интересной. Ну что Хэры уже направились во вражеский лес. Хвоста увидели. Дред пока на хвоста не агрится. А наверное стоило бы что-то подлагивать начало. Да или мне кажется. По-моему что-то начало подлагивать. Ну. Я никаких сверх усилий не прилагал. Для того чтобы у нас лагало. Слушайте а лаги и правда более чем ощутимые. Ну не мог же я дорасти до Дедоса. Ну рано еще. Куда там Дедосить. Ну все. Вроде бы отпустило. Немножко. Дэнди на мид лейне. Против Афониджа. Афонидж играет на Шторм Спирит. И Дэнди играет на Сэйфи. Шторм Спирит здесь в паре будет с Найксом. И это в любом случае неприятно для новей. Надо. Тут вообще. Внимание максимальное должно быть привлечено к Арт Стайлу. Потому как от него зависит я думаю исход всей игры. Если Нави задавят на ранних левелах. Если у нас хвост через волков где-то к левелу седьмому. Сможет развалить Рошана. Сможет снести Т1, Т2 на каждом лайне. Тогда конечно у новей есть шансы. В противном случае я думаю что Лайфстиллер сожрет всех и каждого здесь. Фаник на сложный. Ему выпала вообще нелегкая задача. Во-первых тут попробую Лайфстиллера прохарать. Так чтобы у него не было хп и не было желания фармить. А во-вторых как это сделать тоже непонятно. Потому что горец рядом. И во-первых семечка. Во-вторых левенк армор. Ну и все. И у Фаника проблемы. У Фаника проблемы сейчас и будут проблемы попозже. Хотя ничего разменится по хп с горцем. И Фаник вообще не в свою пользу размен организовал. Что? 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 Забрали у нас... Ай-яй-яй-яй-яй. Забрали у нас Афониджи и смотрим как это случилось. Это случилось благодаря Артстайлу. Потому что Артстайл уже у нас руководит вечеринкой. Главный диджей вообще в составе команды Нави. Зашел в спину к Афониджи. На мидлейне развалили у нас. Хейрового мидера. На лоу хп здесь еще и тренд протектор. За тренд протектором Фаник у нас. Артстайл и здесь успел. Вот это я понимаю. Взял с собой штормовую гарпию. Развалили еще одного саппорта. Нави готовы давить. И Артстайл не хуже меня. Понимает что ему необходимо. В этой игре сделайте. Что необходимо сделать всей команде. Ну что Артстайлу. Главное не останавливаться. Нон-стоп экшен по всей карте. А там посмотрим что останется от Хейров. После. У Хейров пик просто крутейший. Поэтому если не будут постоянно умирать. То должны в лейте выиграть. Ну как тут не умирать постоянно. На Афониджи опять выход. Санейка здесь. И штормовая гарпия здесь. И еще один килл от команды Нави. Ожили. С возвращением. Просто если кто-то не верит в реинкарнацию. То вот вам прямое доказательство. Команда Нави. Я думаю как Феникс из пепла может восстать. И где-то там заявить еще о себе в мире. Появление Артстайла наверное воодушевило коллектив. Потому как играют игроки очень агрессивно. Как в старые добрые. Ну и пока что все получается. 3-0. В это время Санейка у нас убивают. Нейтральные крипы. Это не считается. Хейры об этом даже знать не должны. Никто никому нет. Всем тихо. В сухую будет написали у нас в чате. Это будет интересно. Если вдруг в сухую у нас закончится файт. Но в сухую уже не будет. Санейка умер. Но. Это об этом знает только вот этот вот лог файтов. Больше никто не знает что Хейры сделали хотя бы один фраг. И они не сделали по факту этот фраг. И на Хейров данный факт будет давить постоянно. У хвоста на нижнем лайне 10 на 2. Уже есть Ринков Базилус. Готовый я так понимаю пушить. Дредд здесь старается. Через Бристлбека наковырять. Двух игроков команды Натус Винсер. Кстати примечательно что Дредд. Забросил вообще попытки играть у нас на саппортах. И Дредд у нас в основном исполняет роль офлейнера. В коем-то веке для него важная роль. А не какой-то там саппорт о котором никто не вспомнит. То есть у Скайросмагов от Дредда смотреть это все ужас какой-то. А то что Дредд сделал с Империей вы видели. Через эти вообще очешуительные абсолютно эхо слэмы. Всю команду Эмпайр вперед ногами пришлось нести на собственный фонтан. Ну и глянем что сейчас будет Дредд делать. Задача у него явно не из легких. Фаник против Артеса. Артес почти пятого левела. Фаника здесь напрягает. Но Фаник не сильно напрягается. Ну окей типа да Артес ходит вокруг деревьев. Я тоже похожу. Это не проблема совершенно. Ну что еще один выход от Артстайла в мидлейн. Дэнди слишком расковыряла фониджи чтобы оставить его живым. И Артстайл забирает первый фраг для себя и это четвертый фраг для команды Нави. Все фраги с присутствием Артстайла. Дальше за горцем. Клэп пошел от Урсы. Где Клэп? Где Клэп? Клэпа нет. Ману бережет у нас Артстайл. Клэп по крипам. Крипов развалили. Т1 начинают пушить. С одним Урсой. Никого больше. Просто бешеная медведица вместе с таким же бешеным ченом от Артстайла. И начинают Т1 просто гнобить. Здесь под Т1 Дредд развалил в итоге Ликана. Санейка может попытаться Дредда здесь нормально надамажить. Должен убивать в любом случае Дредда. Дредд юзает здесь стики и отпиваться, быстрее бежать. Гадем хилит у нас Дредда. Санейка не по шансам. Лучше бы развернуться Санейка. Без маны и сейчас будет без хп. Спрей вот сейчас. Спрей решает все вопросы команды Hellraiser. 4-2 по факту, учитывая, что отдался у нас Санейка нейтральным крипам. В итоге команда Нави немножко, но подплыла. Хотя у Денди все идет великолепно. Под хилл пошел по Афониджи. Мидлейн трещит. Т1 выносит потихонечку Денди. Постепенно Артстайлу надо брать какую-нибудь... какую-нибудь зверюшку и топать срочно на мидлейн. Надо доковырять этот тавер. Кентавр 1, Кентавр 2. Артстайл, ты куда? Вот такой вот, да. Счет ничего не решает. Главное маневр. Артстайл у нас заходит на хайграунд. Сюда же летит уже Гадем. Денди у нас уходит. Артстайл стоит на хайграунде. С двумя Кентаврами на готове. Только-только подойдет команда Ашерк в собственной реке. Можно будет бить. Денди просто шальной какой-то. Он, собственно, руной отправляется на мидлейн за Дредом. Дред здесь разваливается Нейка. Денди пошел обходить Дреда, но это себе дороже. Подходит уже Артстайл с двумя Кентаврами. Будут ловить Афониджи. Дред наплевывает по Денди. На лоу хп здесь тренд протектор. Тренд протектор в таверну. Дред дальше за Денди. Скорее всего заберет здесь беднягу СФа. Тут не размансить вообще никак. По максимуму вложился Денди. Попытался развалить здесь Дреда. Дред на лоу хп. И тавер его лупит. И лупит его Санейка. Еще один удар. В принципе, Дред должен умирать. Нет, живет. Фаник не достает здесь до Дреда. В итоге разменялись. Два в один, по-моему. Да, двоих игроков команды Нави забрали ХР и потеряли только тренд протектора. Ну и на таких дичайших соплях ушел у нас Дред на хэкграунд. Но, как бы то ни было, Нави забрали Т1 по мидлейну. Они в плюсе по золоту, по экспириенсу немножко проигрывают. Хвост уже должен начинать давить Т1 на нижнем лайне. Сюда должен приходить Артстайл. С двумя Кентаврами пойди их по регене. И пусть дерутся. За хвостом пошли гнаться. У хвоста, если что, есть шейпшифт. Можно попробовать убежать. Хвост уже сейчас надо взять в волчью форму и бежать отсюда. Хвост так и делает. Убегает у нас в лес. У Тенди восьмой левел. До сих пор нет Requiem of Soul. Ну, готовится выйти в EU. Как только будет EU, там, в принципе, уже тогда будет... Ну, потребуется Requiem of Soul. Пока что можно и без него. У Фаника пятый с копейками. Почти шестой. Скоро появится Виндета. На Т1 выходит команда Hellraiser. Просто пока бьет крипов, Тауэр не касались Тауэра. Горец здесь. Гаддем тоже здесь. Будет ли дефать Нави? Ну, должны, по идее. Вроде как они должны пушить. Но они в это время пушат топлей. Фаник и Артстайл здесь с двумя Кентаврами. Артеса отгоняют. А что Артес? Будет влазить у нас в одного из крипов и его контролить? Нет, вряд ли будет. В принципе, это бессмысленно. Ну что, Т1 здесь внизу. Скорее всего, расковыряют. И что? Влазит Фаник у нас в одного из кентавров. И уводит одного из кентавров. И все. И у Артстайла теперь только один кентавр. А у команды ХР тоже есть кентавр. И в нем такой киндер сюрприз сидит, что лучше Дэнди туда даже близко не подходить. В итоге, разменяли Т1 на Т1 на легких линиях. Игроки обеих команд у СФа. У СФа ничего, в принципе, для Юла не приобрелось больше. Дэнди пока у нас собрал рингов Аквила. Есть Пауэртретс. Ну, Сейджмаск, Маджуконт и Боттл для СФа мы это все видели. У Ликана уже имеется Пауэртретс. Есть рингов Базилус. Надо срочно выходить во Владмир, потому что Рошан тут просит просто убей меня, убей меня. И кто кроме Хвоста это будет делать на ранних лвелах, собственно, непонятно. Как там Артстайл? Крепы его не очень, вот я смотрю. А сам Артстайл, в принципе, неплохо. Аркан Буци есть, 3 асиста для Вани и 1 килл есть тоже для Артстайла. Класс. Вот это я понимаю, вот это я понимаю к себе. Телепорт сделал Кентавр к своему хозяину. Отлично вообще. Ну, других расковырял у нас Дредд. Вообще без стыда, без совести. 4-0 идет Дредд. В какую машину для убийства хотят превратить Дредда, непонятно. У Бристалбека сейчас уже есть Виталити Бустер. Совсем чуть-чуть золота осталось до Рингов Хеллс. Дальше будет Вангвард, дальше будет Кримзонгвард. И чем бить пока становится непонятно. Там Кентавры и совы, и медведи из леса, они вряд ли пробьют у нас. Кримзонгвард Дреддовый. Фанник в кустах стоит, его не видят. Горец подходит близко, должны уже видеть Фаника. Или нет? Или как это вообще? Не видят Фаника? Не видят! Вот он стоит, Фанник, я включил вижн команды Хеллрейзерс. Горец понимает, что что-то есть рядом и не видит Фаника в итоге. Вот, увидели. Должны были видеть Фаника. Закрывает его Горец собственным туловищем. Ждут, когда прилетит просветка. Просветка прилетела, и Фаника будут ловить. Подстопили здесь Фаника, а Фанник же на него. Вот это я понимаю, вот это таким покерфейсом Хейры обошлись здесь. Горец подошел у нас к Фаннику и посигналил, что он там, но виду не подал. Ну просто как Штирлиц стоял при этом. Фанник даже не зная, что уже статью о его расстреле подписали. Да, у Нави дела не так хорошо идут, как могли бы. Они так здорово начали. Шли со счетом 4-0, а теперь начинают терпеть. И это терпение ни к чему хорошему их не приведет. Тут есть Лайфстилер и есть Шторм Спирит. И это просто разрывная вообще стратегия. Супер комбинация с Киндер Сюрпризом. Все это минус 1, минус 2 точно делает. Даже не обсуждается. Вылетает просто Лайфстилер из Шторм Спирита. Лайфстилер переключается на одного из героев, а второго Вортекс цепляет у нас Шторм Спирит. И это я вам точно говорю, минус 2 саппорта 100%. Там и керри могут отъехать. У Артеса по золоту сейчас, в принципе, все хорошо. Он на третьем месте по фарму отстает от Дредда, ну и отстает от Дэнди. Но СФ расфармленный, мне кажется, не настолько силен, как Найкс, перефармленный. Появляется уже армлет для Лайфстилера. И посмотрим на реализацию первой бомбы от команды Хэлл Рейзерс. Болл Лайтнинг есть, Афонинджи седьмого левела. В нем внутри сидит Найкс. Давайте выделим его так. У нас спросил ФНГ там по ХП, но здесь важно посмотреть, что будет с Дэнди. Куда ты, Афонинджи? Куда ты? Дэнди, 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 бежать отсюда. Дэнди понимает, что ничего хорошего здесь уже его не ждет. Ну и Дэнди пытается разультиться и ультит из кустов Афонинджи на ЛОХП. Дэнди перед смертью забирает Афонинджи. Вот это я понимаю, подрались, а? Напали у нас на мидера команды Нави. Дэнди просто полшага за сосну и давай там ковырять вообще и кастовать Реквием оф Солл. Ничего вообще не осталось от Шторм Спирита. Один удар ему пришлось сделать после проюзанного Реквием оф Солл. Ну, такой ганг втроем на одного, плюс такой дичайший рассказ. И даже удивительно, как Дэнди умудрился кого-то забрать себе. У Ликана уже есть, Владмир есть 800 по золоту. Здесь много денег, здесь порядка 500 монет, я думаю, сконцентрировано в данных репах. Но тут хвосту, правда, без собак сложновато немножко. А где вторая собака хвоста? Я не понял. Как так получилось? Почему один волк появился у Фанника? Ой, у Фанника, у хвоста. Что-то странное случилось. Почему один из волков не появился, я так и не понял. Ой, Нави, Нави. Один тауэр на мидлейне, один тауэр на топе. И это при наличии Чена в пике. Начало просто роскошное было от команды Нави. Продолжение просто вообще не алло, иначе и не скажешь. Уже есть баклер для Чена, есть хедреска тоже для Чена, остается на рецепт. Насобирать у нас артстайлу счет на данный момент 7-6. Один фраг был, но один фраг сделан был нейтральными крипами. Санейка просто отдался нейтрала, поэтому Ашером его не будем засчитывать. По золоту Нави выигрывают 2000. По экспириенсу они тоже 2000 впереди. Напомню еще раз, это катка в формате Best of 3. Право на ошибку имеется, но кому-ну нахрен надо это? Право на ошибку. Надо выигрывать каждую игру и выигрывать со счетом 2-0. Артеса поймали у нас в Сайленс моментально. Под ноги Мистик Флеер, Санейка отомстил за все, что делали с Санейкой игроки команды HellRaisers. Просто фаник из Вендеты немножко наказал Лайфстиллера за излишнюю наглость. Он подошел к хайграунду, подошел к Т1 по мидлейну. Ну и что? Чем пахнет Тауэр на миде? Афониджи готов ворваться на Рошана. Роху скорее всего хвост заберет. Забирает Эгги с Далеканы. И что? И разорвали здесь Афониджи. Вот это я понимаю врыв. Кентавр. Стан по голове один. Стан второй. Клэп даже и Медведь не сделал у нас. В итоге счет 9-6. Нави сейчас зарабатывают очень много. По золоту, по экспириенсу всего предостаточно. Забрали мидлейн. Забрали мейн керри. Забрали также Рошана и Аэггис для хвоста. Ну и команда Hellraiser сами, собственно, кузнецы своего несчастья. Залезли, во-первых, на Т1. Без вообще какой-то помощи. Найкс позволил себе лишнее. Ну и тот же Афониджи думал, что можно просто так украсть. У трех-четырех героев украсть Аэггис и улететь. Не получилось. При том, что станы здесь АОЕ. Понятно, что артстайл, наверное, прокликивал. Все-таки он парень шарящий. Поэтому неудивительно, что там Афониджи и остался, куда ворвался. По золоту, Нави выигрывают 6000. По экспириенсу 7 для нато Свинсер. Хэром надо давить. Хэром надо реализовывать свои ульты. И Артес должен более-менее вменяемо врываться. вместе с Афонинджи. Не так, как это было до того. Видели Артсайла здесь. Скорее всего, Артсайла заберут. Где подсейв? Где вообще команда? Артсайла расковыряли. Кентавры здесь отстопили всех, кого только можно было. Лекан, может быть, и ворвется. Начинают волки грызть здесь Артеса. За Артесом. Артеса поймали. Опять под ноги Мистик Флеер. Под Сайленсом Артес. Гонят за ним. Волки. Ульта пошла от Лекана. Должны загнать здесь Лайфстилера. Это главная цель. Фаник на лоу ХП. Летает в ветрах Лайфстилер. Лайфстилер тоже на лоу ХП, но, в принципе, грызется. Опять же, у него, если что, есть инфе здесь. В итоге, минус 3 делает команда Хелл Рейзерс. Теряет только Вич Доктора. Ну и команда Нави посыпалась здесь. Еще и... Еще и СФ развалили. Минус 4 в одном файте. Даблкил для Артеса. На лоу ХП здесь Артес. Волки пытались его сгрызть. Не получилось. Правда, Лекан забирает тренд протектора. Ну и Артстайл пришел сюда, наверное, зря. Дредд на лоу ХП, но, в принципе, живой. Может, еще здесь Артстайлу навалять. На Артеса выходит у нас... Чен. Что? Чен убивает с руки у нас Найкса. Артстайл даже на Чене продолжает полнейший развал команды Хелл Рейзерс. Фаник. Виндета. Через 3 секунды можно Дредда будет догнать. Фаник не опалится. Вошел в Виндету и на лоу граунд. Быстрее за Дреддом. Посмотрим, как получится. Дредд понимает, что где-то за ним уже выехали. Все. Дредд на хайграунд. Фанику можно разворачиваться назад. 12-11. В итоге файт, конечно, был в пользу команды Хелл. Но то, что Чен у нас начинает с руки убивать Найкса, у меня огромнейшие вопросы к Лайфстилеру и Кортесу лично. Как так получилось? Ну да, Чен у нас не такой уж и рахит, но это просто удивительно, когда в профессиональной доте Чен с руки ковыряет Найкса, независимо от того, сколько ХП у данного керри. Еще один файт. Афониджи на Фанника. Фанник стоит здесь под Овергроусом. Горец в инвизи. Горец отсюда уходит. Фанника в итоге раскалывали. Артес забирает еще один фраг для команды Хелл Рейзерс. 12-12. Чет дальше за Артстайлом. Здесь есть Урса Урса. Клепает по Афонидже, но и подхил есть от Горца. Артстайл еле бежит и все. Ребята, бросьте меня, я их задержу. Так надо задержать, потому что, ну, могут развалить и Санейка. Дредд дальше бежит за Санейка. ТП-Ал. Забрать, в принципе, нечем. Хвост тоже отсюда уходит. 12-13. Игра очень интересная. 3000 по золоту Нави выигрывает. По экспириенсу 3500 в пользу Натус Винцер. По итогу файта 1100 в данной драке забрали Хелл Рейзерс и 2500 по экспириенсу. У Ликана уже есть БКБ 10-секундный. Есть Владмир. И... И, в принципе, все. Хватит пока что. 20 минут всего прошло. Такое ощущение, что целую вечность играют команды. Фрагов у нас тьма тьмущая. Экшена куча. Пуш есть. Все у нас и ошибаются. И крутые мувы делают СФ. Выходит у нас на мидлейн. Дэнди готов драться. Дэнди под хостой. Дэнди на лоу хп. Бежать отсюда. Готов разулькиться Дэнди. Просто надо выжить здесь. Мека пошла от Артстайла. За Артесом Дэнди дальше. Артес лазит у нас в Горцан. Так надо теперь Горца забирать. Просветить нечем. И вижна нет. В итоге Горец у нас в инвизи. У него есть гем. А гем на Горца никто пока не купил. Санейка будут скорее всего забирать. Горец дальше за Санейка. Нет. Горец отсюда уносит у нас. Так. На лоу хп у нас бристлбэк. Ну и Дэнди хосту все-таки свою закончил. Даже хоста у нас невероятно долго длится. Дэнди расковырял. Наверное мейн керри в данном случае. Команды Хелл Рейзерс. Артес забирает Дэдэ. И Дэнди лучше отсюда бежать. БКБ уже готова для мидера команды Натус Винсер. У Афониджи как там дела? У Афониджи до сих пор нет Юл Септра. Это проблема полнейшая. Потому что... Ну и по фарму Афониджи вы видите. 4-100 для него. И Дэнди рассказывает, кто здесь папка. У Дэнди 10-800 уже имеется. У Гадема появляется Пойнт Бустер. У Афониджи мы видели. У Афониджи печаль по фарму. У Лайфстилера появляется Сэнш после Армлета. Ну и все. По золоту больше ничего. Или есть. Да, для Артеса у нас уже есть Яша. Сэнджин Яша для Лайфстилера. У Вич Доктора видели. И ФНГ без артефактов только Гем. Самое полезное, что может Горец здесь привнести своими шмотками в команду. Никс Ассасин. С Аркан Бутсами и Войд Стоуном. Фаннику тут вообще нелегко приходилось. 33 крипа всего. Убил. Три раза умер. Скайрос Макс. Урн оф Шадоуз. Бутсу Спи для Санейка. У Дэнди уже есть Еул. Есть БКБ. 10-секундный. Ринг оф Аквила. И ПТ для Дэнди. 1300 сверху. Для Ликана есть БКБ. И... И что? Еще Став оф Визардри необходимо для Некрономикона. Владмир тоже имеется. Ну и Чен с Меккой. И вот это вот куда? Я думаю, что это скорее всего... Это скорее всего тоже еще в еще одни Некра. Или... Ну скорее всего. А куда еще это девать-то? Да, наверное, будут еще одни Некра. Несколько Некров от Нави. А почему бы нет? Пушить надо. Кто-то должен этим заниматься. Под Хаулем Некра валят как дурные вообще. Сен-Жин-Яша также для Дреда. В Хвост 100 пошли. Надо Хвосту мансить. Хвост это делает. Причем делает феноменально. Вообще Артес под Сайленсом. Артеса не поймают. Здесь хотя Артес на половину ХП уже просел. За Артесом. Дальше Хвост. Грызть Артеса. Инфест, если что, есть. Сгрызают у нас в итоге Артеса. Теряют также Вич-Доктора. Игроки команды ХР и просто полетели. Дредд отправляется в таверну. Афониджи быстрее тэп-аут отсюда. Пытаются его поймать. Не забирают. 3 в 0. Подрались Нави. Счет становится 17-3. Команда Нави начинает давить, как в старой доброй... Я не то, чтобы топил за Нави. Мне просто приятно смотреть, что коллектив, который любят миллионы, наконец-то возвращается. Потому что воня вокруг них была, ну тьма тьмущая. Нави не... Да я вонял в прошлом эфире. Нави не те, Нави не те. Сейчас смотрю, вроде как те. И у меня вопрос, может я уже не тот. Который не понимает Нави. Сейчас ХР в давят. Да, ХР это, конечно, не IG, не Ньюби, не Альянс даже. Но, тем не менее, ХР на крутом ходу. Они только что Empire просто уничтожили вообще в финале Лузуров. И теперь с Нави на плюс морали должны были сражаться. Но где это плюс мораль, пока непонятно. Хотя ХР держится хорошо. 23 минуты сыграли. 7 тысяч по золоту Нави. По экспириенсу десятка тоже для украинского коллектива. Ну и ХР... ХР ставят ставку на вот эту вот бомбу из Штормспирита и Найкса. Но посмотрите, пожалуйста, на Кеда Фонинджи. Я не буду даже его озвучивать. Немножко задержу. Посмотрели. Все. Никогда так не делайте. У Бристалбека уже имеется с Энжин Яшей. Есть Вангвард и 600 сверху для Дреда. У Дреда все в порядке, кстати, по ГДА 5.2.4. Мидер немножко подкачал. У Тренд Протектора 0.4. Вот уже как. У нас понимает, что гораздо интереснее партия с Витч Доктором для Найкса. Думает, лучше влезу-ка я в Гадема. Он всего два раза умирал. А то, ну его нафиг. Афонинджи меня постоянно затащит в какое-то болото. Что потом с ним делать, неясно. Ну что, и выходят в спину команды Нави игроки Hellraiser. Получится, не получится, это уже вопрос. БКБ есть у Дэнди. Дэнди юзает БКБ. Сразу же Даггер прямо под Афонинджи. Афонинджи на лоу ХП. Дэнди старается разультиться. Ульт в Артеса. Артес не теряет нифига ХП. И просто вгрызается здесь в Дэнди. Мистик Флэйр под ноги Артесу. Дэнди живет по-прежнему. Забрали Артеса. Тут Ликан расковырял лицо всему Дреду. Афонинджи на лоу ХП. Быстрее отсюда бежать. Кто еще жив вообще? Горец в инвизе бежать через руну. Гадем тоже бежать отсюда. Горцу надо спасать Гема, а Гадему самого себя спасать. Нави дерутся очень круто. Очень круто. Все получается. Просто тьма тьмущая крипов. Некра есть. Есть у одного. У Артстайла Некров пока еще нет. Но скоро появится. А может уже есть? Нет. Еще нет. У Артстайла Некров с Тэши. Я так понимаю, вторые Некра для хвоста уже имеются. Да, для хвоста второй рецепт на Некров. Хайграунд начинает трещать. Полетели каски, но здесь так много людей, что каски никто не почувствует. Дезвар пошел от Вичдоктора. Сразу же поднимают его в ветра Санейка. За Афонинджи Гадем разваливается от хвоста. Бараки сносят. Мекку провязали. Все игроки команды Нави фуловые. Хэры просто в панике. Дредд прилетает сюда. И первым делом, что делает Дредд, это бежит отсюда. Непонятно, зачем ворвался Дредд. В итоге у нас Афонинджи врывается вместе с Артесом. Раскастовали все. Забрали Санейка. Налог ХП с Дезартстайл. Пилит его Бристлбэк. Ну и Брист в окружении теплой компании с друзей. Плотное кольцо. Меня окружают очень приличные люди. Правда, кольцо постепенно сужается. Короче говоря, раздавили просто морально здесь Бристлбэка. Подняли ветра и с пяти сторон, даже с каких пяти? С семи сторон Бристлбэка убили. Хоть кто-то, но это такая теория, что хоть кто-то да будет бить ему не в спину. Просто встали и месили по кругу. И непонятно, куда крутиться у нас Бристлбэку. Если бы был Акс, например, для Дредда, то это вообще подарок судьбы был бы. Такая расстановка. Ну, кто бы там становился. Третий Некра для Хвоста. Первый Некра. Первый же, да. Первый Некра у нас для Артстайла. Ну, получается, больше половины у команды Нави. Не сказать, что все гладко и великолепно, что они просто как чума снесли команду Хеллрейзерс. Нет, ничего такого нет. Но то, что получается большая часть, чего не было давным-давно, это факты. То, что заслуга Артстайла в этом, я тоже практически уверен. Хвост. Уюзнул ульту и непонятно, бежать отсюда или не бежать. БКБ провязал у нас Ликан. Скорее всего, уйдет отсюда Хвост. Аегис просто так дарить не хочется. Тем более, ульта была проюзана. Если убьют и после Аегиса встанет Хвост, без ульты он точно никуда не денется. 22-14. Нави по золоту 16 тысяч, по экспириенсу 18 тысяч в пользу коллектива Natus Vincere. У Ликана третий Некра, Владмир, Пауэртретс, БКБ, ничего лишнего вообще. Кираса нужна Ликану, и он наверняка об этом знает. Хипперстон появляется для Хвоста. Спасибо большое, что уважил. Хвост у нас покупает исключительно мою сборку. Ну что ж, SF-3800 по золоту для Дэнди. Есть БКБ, есть Даггер, Еул. Больше пока ничего. Кираса появится на Хвосте, поэтому Дэнди можно смело пойти у нас в дэмэдж или хотя бы в статы. Вот, пожалуйста. Дэнди не успел договорить про Айвовскаду. Уже Дэнди начинает собирать данный артефакт. Это неудивительно. В принципе, SF у нас как-то все больше и больше инкубаторскими становятся, и Дэнди не избежал этой участи. Вообще, давайте по вещам пробежимся. У Чена первый Некра. На вторых, пока рецепт не несется. Даже у Дэнди. Ultimate Orp и второй тоже готов. Артефакты эти я озвучивал. У Ликантропа третий Некра и Хипперстоун. Есть 1000 по золоту. Также для кири команды Natus, Винсер, у Скайросмага. Есть Медальонов Кураж, Арканбуцы и Урнов Шадоус. У Фаника есть Иул, есть Даггер, есть Арканбуцы. Больше ничего не надо. Хвост. В Шейпшифте. Вместе с Некрами третьего левела. Хауль провязали. Тауэр горит диким образом. В лес. В одного из Некров у нас Ортес. Так, вылазь. Ждут все тебя. Ну, тут Дикокрыл Потрошитель половину дел делает вообще. У нас Циклон катается по хайграунду команды Хэр. Забрали Афониджа в 154-й раз. Дэнди. Дальше по Артесу. Гаддем провязал Дезвард и бежать вообще от греха подальше. Нави вообще в огромнейшем количестве. Они просто давят мясом. Это какое-то наступление Мордора. Что творится? Что делать Хэром? В кого вгрызаться Хэром? Непонятно. Как всю эту толпу сгрызть, тоже неизвестно. Я думал, что это провал, когда Чен не пушит на ранних левелах, а когда Чен пушит на 28-й минуте, там просто беги в комнату, выключай свет. Ну что, задавили. Не мясом, не скиллом, а всем вместе. Команда Хэр на 29-й минуте пишет ГГ. Просто посмотрите на базу команды Хэлл Рейзерс. Тут живого места от игроков команды Нави нет. И еще и выпивает здесь подсвеченный зеленым у нас Брюмастер. Ну что, поздравляем команду Натус Винсер. Тут не столько я червлю против команды Хэр. Они мне тоже очень симпатичны. И в любом случае два СНГ коллектива, поэтому тут не пойми, за кого болеть. Все хороши, все интересны, все импонируют. Просто радостно, что Нави возвращаются. И возвращаются в очень неплохой форме. Судя по степени развития их, по скорости развития, Нави могут так очень неплохую форму набрать у нас к важным турнирам. Я не говорю о Рэдбуле, хотя и у Рэдбула неплохой призовой. Но есть турниры поважнее, подороже, на которых Нави, честно говоря, уже заждались. Я так точно, надеюсь, что вы все. Ну все, услышимся на второй катке. Напомню, что эта игра в формате Best of 3 играется до двух побед. Пока что 1-0 НАТО с Винцерф выигрывают. Не забывайте заходить к нам в группу ВКонтакте. Подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал YouTube. Ну и нажимайте follow на Twitch. Если для того, чтобы зайти в группу ВК или подписаться на YouTube, надо произвести действия какие-то, то на Twitch от вас вообще ничего не требуется. Просто нажимайте зеленое сердечко в левом нижнем углу. И, в принципе, будем вместе все дальнейшие касты. Услышимся через 2-3 минуты. До скорой связи.